Здравствуйте, в эфире новости АТН, в студии Александр Тихонов, в короткоглавном. Проходили как раз там по тропинке с детьми, с колясками, с грудными детьми. И начали бежать в эту сторону. И оттуда выстрелили. Стрельба на Салтовке. Трое молодых людей решили пострелять во дворе и при задержании сказали, что просто хотели пошутить. Сейчас происходит оповещение военно обязанных. Ничего страшного. Это не мобилизация ни в коей мере, а просто обычные 10-дневные сборы. Харьковчане получат в августе тысячи повесток. Связаны ли они с подготовкой к очередной волне мобилизации? Кто их получит? Деньги Януковича и Кернеса могли бы покрыть все нужды армии. Представители парламентского комитета по вопросам нацбезопасности рассказали, какие харьковские предприятия обороны получат государственные гарантии. Итак, подробности. В Харькове полицейский остановил стрельбу на улице. Сотрудник батальона спецназначения Харьков самостоятельно задержал троих молодых людей в одном из дворов на Салтовке. Виталий Лисинский служит батальоне полиции особого назначения Харьков. Накануне около 7 вечера он возвращался со службы и во дворе одного из домов за торговым центром «Компас» услышал громкие хлопки. Сначала правоохранитель решил, что это петарды, но позже понял выстрелы. Всего их было около пяти. Перепуганные граждане с криком «Стреляют!» в ужасе бросились в рассыпную. «Выстрелы были с той стороны, за вот этой белой будкой. Оттуда начали выбегать женщины, вот из-за этой будки. Проходили как раз там по тропинке с детьми, с колясками, с грудными детьми. Начали бежать в эту сторону. Ну и оттуда выстрелы». Времени на раздумья, рассказывает Виталий, не было. И он решил самостоятельно выяснить, что же происходит и направился на звук выстрелов. «Я выдвигаюсь за вот это здание белое, за электромонтажную эту штуку. И в районе вот этой клетки, вот где синяя клеточка, вот эта, я вижу трех молодых людей. У одного из них находится черный пистолет». Молодым людям, которые учинили этот переполох, было около 30 лет. Прятаться они явно не собирались и, завидев идущего в их сторону мужчину в форме, еще раз выстрелили в воздух. Силы были явно неравны, но Виталий все же решил задержать хулиганов. «То есть стол был моей защитой, грубо говоря. Я вот так присел и проговорил, что я работник полиции. Бросите оружие и прекратите действие». Правда, ни слова, ни пистолет, направленный на них, хулиганов не смутили. Бросать оружие они не собирались и наводили его то на окна дома, то на самого полицейского. Все решил предупредительный выстрел в воздух, который сделал Виталий, и предупреждение, что следующий будет уже на поражение. Мужчины положили оружие на асфальт и сами легли рядом. Тут к месту происшествия подоспел и велопатруль управления патрульной полиции, который находился неподалеку. А привывшие следователи изъяли у хулиганов стартовый пистолет. Молодые люди, говорит Виталий, были трезвы и уверяли, что хотели просто пошутить. «Не может нормальный человек в мирном городе прийти и начинать стрелять во дворе. Здесь ходят дети, гуляют. Самое страшное – это дети. Мы смотрим, что у нас сейчас происходит, в стране какая оперативная обстановка сложная, что за границей, как в той же Германии стреляют на улицах. Выхода никакого не было, только пресекать». Что грозит шутникам за подобные выходки, станет ясно в ходе расследования. Пока факт внесен в единый реестр правонарушений. На данный момент продолжается проверка. Оксана Нечипаренко, Владимир Борох, агентство телевидения новости. До конца августа военкоматы разошлют тысячи повесток харьковчанам. Эта новость уже спровоцировала панику среди пользователей сети интернет. Связана ли рассылка повесток с подготовкой к очередной волне мобилизации и кто их получит? Боец 92-й отдельной механизированной бригады Иван Ракич получил сообщение с четкими указаниями прибыть в военкомат. Для уточнения данных – воскресенье. Сразу после вызова, говорит мужчина, приехал в районный военкомат. Прошел медкомиссию, затем бойцу сообщили. До конца августа ему придет повестка, после получения которой необходимо срочно прибыть в место расположения 92-й бригады. Сразу после распоряжения командования, говорит Ракич, в обязательном порядке будет там. Наша армия – это элитное войско, которое сдерживает российскую агрессию. Мы же, те, которые мужчины до 50 лет, своим отношением должны показать, что мы настоящие граждане. То есть на любой призыв Родины мы обязаны ответить «есть». И показав этим свое отношение к закону Украины, к Конституции, по которой мы имеем обязанность. Обязанность защищать Родину, защищать свои семьи и дома. В сети интернет появление новости о рассылке повесток военнообязанным, как обычно, спровоцировало панику. Пользователи заговорили о том, что это может быть подготовка к новой волне мобилизации в Украине. В Харьковском облвоенкомате такую информацию опровергают. Утверждают, оповещения придут лишь тем, кто попал под первые волны мобилизации в 2014 и 2015 годах. В сентябре они должны будут явиться на учебные сборы, где пройдут курс по улучшению навыков, которые бойцы получили во время службы в определенном виде войск. Сейчас происходит оповещение военнообязанных. Ничего страшного, это не мобилизация ни в коей мере, а просто обычные 10-дневные сборы. Военнообязанные прибывают в районный военкомат по месту воинского ущета, проходит медкомиссию, им выдается повестка о прибытии 29 августа в областной военкомат. И после этого они будут бесплатно автобусным транспортом доставлены на этот полигон. За военнообязанными, которые работают, сохраняется средняя заработная плата, рабочее место на период проведения сборов. Мужчинам, которые не приедут на сборы, грозит уголовная ответственность. До шести месяцев лишения свободы по статье уклонения от воинского учета или специальных сборов. А вот всем бойцам, прибывшим по повесткам, после завершения двухнедельных учебных сборов присвоят очередные воинские звания, рассказывает Юрий Колгушкин. Кроме того, им предложат добровольную службу по контракту. По словам облвоенкома, Украину вскоре ждет демобилизация военных, попавших под шестую волну. Поэтому, чтобы избежать оголения фронта на Донбассе, во всех областях страны ведется активная кампания по набору контрактников. Главное направление комплектования вооруженных сил было выбрано именно комплектование военнослужащими по контракту. Учитывая, что у нас практически сейчас заканчивается пятая частичная демобилизация, и настает шестая частичная демобилизация, большое количество военнослужащих будет демобилизовано. Поэтому на сегодняшний момент вопрос, один из основных вопросов, это комплектование в первую очередь боевых воинских частей, сухопутных войск, воздушных сил, военно-морских сил. А вот седьмая мобилизация в Украине возможна лишь в случае серьезного ухудшения ситуации в зоне АТО и масштабного наступления противника, утверждает военком. Тем временем, многие харьковчане отмечают, в приоритете у Министерства обороны в дальнейшем должен стоять именно набор военнослужащих по контракту, а не очередная мобилизация. Я думаю, раз уж есть контрактные войска, то стоит, наверное, им идти на войну людям, которые умеют это делать, профессионально какая-то армия. Проще привлекать специалистов, которые уже служили и имеют опыт, чем набирать новых. При этом на новых надо тратить больше, потому что они не специалисты, их необходимо обучить. А в ближайшие выходные на площади Свободы облвоенкомат и служащие воинских частей Харьковщины, говорит Юрий Колгушкин, проведут информационно-разъяснительную акцию. Во время нее харьковчанам расскажут о службе по контракту и продемонстрируют военную технику. Лариса Говина, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Четыре харьковских предприятия обороны получат государственные гарантии для продолжения работы. Однако среди них нет завода Малышева. Представители парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, которые приехали сегодня с инспекцией в Харьков, уверяют, можно было бы покрыть все нужды армии, если бы конфисковали деньги со счетов Януковича. По словам членов парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Татьяны Черновол и Ивана Винника, государство определило 10 украинских предприятий оборонной сферы, которым для работы будут представлены финансовые гарантии. Четыре из них – харьковские. Речь идет о конструкторском бюро Морозова, которому уже к сентябрю обещают направить 1 миллиард 300 миллионов гривен для изготовления БТРов 4Е, 550 миллионов бронетанковому заводу на ремонт танков, 59 миллионов заводу спецмашин для ремонта военных Уралов и Камазов, еще советского производства и 23 миллиона автозаводов для снова же ремонта военных МАЗов и тягачей. Харьков в таком способе отримает 2 миллиарда гривен держгарантий, которые сейчас будут конвертованы через кредиты в обеоговые деньги предприятий, и предприятия смогут работать, расширять производство. Что мы будем дальше делать? Если деньги Януковича, наконец, остаются в украинском бюджете, ваше предприятие завода имени Малишева отримает 412 миллионов гривен, которые предпочены в членном бюджете на пополнение обеоговых денег. Эти деньги нужны малышевцам для того, чтобы они восстановили продукцию по заказам, которая ушла не за границу, а пошла в прошлом и позапрошлом году с завода на войну. После чего можно будет говорить и о новых экспортных заказах, и о повышении зарплаты. Но для того, чтобы полностью загрузить оборонные предприятия и удовлетворить армейские заказы, нужны деньги. И единственный способ их получить – это конфисковать 50 миллиардов, которые лежат на счетах Януковича. Инициаторы законопроекта говорят, если идти другим путем, через судебную систему, эти деньги бюджет Украины может просто не получить из-за процессуальных проволочек. С другой стороны, среди противников этого пути немало оппонентов и в демократическом лагере, которые настаивают на незаконности подобного решения. Чтобы этого избежать, говорят нардепы, они внесли изменения в проект. Это был, на самом деле, неправильный подход. Тут были даже правые наши критики, которые говорили, что этот законопроект будет оскаржен в Европейском суде с правой человека, потому что не может быть персонифицировано, скажем так, покарание. В этом списке был ваш Кернс. Поэтому очень большой опор до сих пор этот законопроект вызывает в определенной фракции отроджения и в группе депутатов, которые ориентируются на Коломойского. Осенью Комитет по нацбезопасности намерен снова выносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о так называемой спецконфискации счетов Януковича. Если он будет проголосован, то в бюджет вернется около 50 миллиардов. Это 10% от всего украинского бюджета. Этих денег, мечтают нардепы, должно хватить и на образование еще, и на дороге. Причем речь идет лишь о средствах, находящихся в украинских банках. Ни недвижимость, ни счета за границей под действия закона не попадают. Марина Николаева, Олег Мартынюк, агентство телевидения новости. В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске. Удар гривны по пьяным за рулем. Помогут ли новые штрафы до 40 тысяч гривен за вождение в нетрезвом виде? Оперативно срабатываем. По рации передали информацию. Где-то что-то случилось. Можно оперативно доехать намного быстрее, чем пеший. И точно так же можно быстрее добраться, чем автопатруль, например, не заехать во дворы. То есть те же бордюры перехватить, доставить. На улице Харькова выехали велокопы. Какие задачи у таких полицейских на велосипедах? Среди победителей «Харьковчане» в Днепре прошел четвертый этап чемпионата Украины на легковых автомобилях и багги. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. В Харькове из-за неисправности в электросети горел жилой дом, если пострадавшее выяснял Артур Язанов. Сегодня в Харькове по улице Балакирева горел жилой дом. В ГСЧС говорят, что сигнал о возгорании поступил в 13.41 сразу от нескольких заявителей. Первой спасателям дозвонилась соседка, у которой отключился свет. Выйдя из дома, она увидела густой дым, валивший из соседнего здания и вызвала пожарных. Для тушения пожара выехало сразу пять пожарных отделений, поскольку дом был старый и подход к нему затруднен. Борьба с огнем продолжалась несколько часов и окончательно пожар потушили только в 17.10. Работа пожарных была непростой, ведь вокруг дома было много пристроек, которые не позволяли добраться до очага возгорания и начать полноценное тушение. Сложность была в том, что доступ к месту горения был очень-очень ограничен с учетом вот этих всех конструкций, которые там поставлены. Там не было такого момента для разворота хорошего, для того, чтобы наши ребята могли развернуться. И доступ к чердачному помещению был ограничен. Очень было сложно. С квартиры не попадете и не попадете с чердачного помещения. Также Игорь Лупандин добавил, что основной версией пожара является короткое замыкание со старой электропроводки. По его словам, жители горевшего дома не раз жаловались на перегрузку системы, а пристройки к дому и техника, которая в них находилась, давали большую нагрузку на старые сети. До вечера на месте работали эксперты ГСЧС и правоохранители. Данных о пострадавших нет. Артур Рязанов, Олег Мартынюк, агентство телевидения, новости. В Украине увеличили ответственность за вождение в нетрезвом виде. Помогут ли взыскания в размере крупного штрафа и лишения водительского удостоверения упредить подобного рода нарушения и сократить количество ДТП на дорогах? Новые штрафы за вождение в нетрезвом виде вступили в силу в конце июля. Теперь закон предполагает увеличение взыскания за поездки в состоянии алкогольного или наркотического опьянения до 600 необлагаемых минимумов. А это в перерасчеты порядка 10 200 гривен с лишением права вождения на 12 месяцев. В случае повторного нарушения патрульному будет выписан штраф вдвое больше на сумму 20 400 гривен с лишением водительских прав сроком на 3 года. Для водителя, который попадется на злоупотребление в третий раз, предусмотрено самое суровое наказание – штраф в 40 тысяч и лишение права на управление автотранспортом сроком на 10 лет. По мнению экспертов, необходимость в ужесточении меры наказания за подобного рода нарушения назрела давно, ведь в 30% случаев ДТП на украинских дорогах фигурируют лица в нетрезвом состоянии, объясняет Денис Журавель. Президент наконец-то подписал этот закон, и патрули теперь могут им пользоваться в полной мере, а также суды могут выносить постановление и о наложении штрафной санкции, и о лишении права управления. То есть это принципиальный вопрос, потому что раньше можно было либо наложить штраф, либо же лишить права управления. Сейчас это основное и дополнительное наказание. Суммы, которые прилагаются к оплате от 10 тысяч гривен, они уже довольно существенные, причем существенные для подавляющего множества водителей. И я надеюсь, что патрульные, а за ними и суды, обеспечат неотвратимость наказания. Естественно, столь существенные наказания смогут кардинальным образом повлиять на водителей, полагает эксперт. Впрочем, мнения самих автомобилистов на этот счет разделились. В свою очередь, в патрульной полиции журналистам сообщили, с момента подписания закона в Харькове были выписаны только два штрафа на сумму в 10 тысяч гривен водителям автомобилей, попавших в аварии накануне. А один из автомобилистов-нарушителей уже успел отлечиться в Запорожье, попавшись в третий раз в нетрезвом состоянии. Его правоохранители и вовсе наказали на 40 тысяч и лишили права управления автомобилем на 10 лет. Велен Мода, Михаил Воронков, Агентство телевидения новости. На улицах Харькова появились велокопы. Увидеть патрульных на велосипедах можно в парках и пешеходных зонах. Какие задачи у таких копов и как к нововведению отнеслись хоть ковчане, выясняла съемочная группа АТН. Патрульный Дмитрий Карандашов велоспортом увлекся еще лет пять назад. За это время успел накатать более двух тысяч километров. И когда в Харькове создавали велопатруль, сразу же решил сменить вид служебного транспорта. Велосипед и для экологии не вреден, и для здоровья полезен. Сегодня патрульный заступил на свое первое дежурство и пока привыкает к новому средству передвижения. Сначала нужно опробовать велосипед, сначала нужно посмотреть на свой район, на район патрулирования, определиться места, где сосредотачивается криминогенный элемент и, будем говорить, предотвращать правонарушения. Велопатрули на улицах Харькова появились с 5 августа. Копов на велосипедах можно увидеть в основном в зеленых зонах города, парках, гидропарках, сферах, а также пешеходных зонах. К нововведению в полиции жители города отнеслись в целом позитивно. Ну хорошо, во-первых, могут проехать по тем местам, где они более недоступны для автомобилей. И ребятам будет веселее, полегче, ни ногами ходить. Не знаю, меня они не трогают, мне как-то все равно на них. Сами патрульные рассказывают, что основным преимуществом двухколесного транспорта является мобильность. Велосипед легко проедет там, где машиной не доберешься. Да и в пробках терять премия не придется. А потому можно быстрее прийти на помощь или задержать правонарушителя. Оперативно срабатываем, по рации передали информацию. Где-то что-то случилось, можно оперативно доехать намного быстрее, чем пеший. И точно так же можно быстрее добраться, чем автопатруль, например, не заехать во дворы. То есть те же бордюры, перехватить, доставить. Всего на двухколесный транспорт пересело 25 патрульных. Теперь они уже на практике оттачивают уроки, полученные в ходе курса спецподготовки. Были специальные тактические подготовки. То есть есть правила патрулирования, есть другие способы, например, задержание граждан, выпрыгивание с велосипеда, так скажем, на ходу. Если надо задержать кого-то, чтобы упасть так, чтобы не травмировать себя и не сломать велосипед в то же время. Таким образом, точно так же, почти как автопатрули по спирали работаем. Охранять правопорядок на двух колесах патрульные будут до наступления холодов. Потом ребят вернут обратно в автомобильные пешие патрули. До следующего потепления. Александра Новоселла, Олег Мартынюк, агентство телевидения «Новости». В Днепре прошел четвертый этап чемпионата Украины на легковых автомобилях и багги. В соревнованиях участвовало больше 70 человек. Среди победителей автогонок есть и харьковчане. Четвертый этап чемпионата Украины на легковых автомобилях и багги собрал 73 участника из нескольких городов Украины. В том числе на гонку, которая состоялась на этих выходных в Днепре, приехали 10 спортсменов из республики Молдова. Усложнилась она, рассказывают гонщики, летней жарой. Обильно политая водой трасса мгновенно высыхала. Плохая видимость из-за огромного количества пыли вывела из строя не один автомобиль. Сейчас уже впечатление о расслаблении. Вообще гонка была очень сложная. Погодные условия. Я ходил до плюс 40. Мы находимся в низине. Ветра нет. Видимость ограничена. В некоторых моментах до остановки. Очень много машин пострадало сегодня. В единственном классе победу одержал молдаванин Евгений Баралов. В остальных первые позиции остались за украинскими спортсменами. Среди них и харьковчанин, автогонщик Евгений Чернявский. Гонка напряженная получилась. Много людей сошло по разным причинам. Поломки, перевороты. В целом для зрителя гонка получилась достаточно интересная. И сейчас, хотя только судил этот этап, я могу с гордостью сказать, что два харьковских пилота, две машины, водят четыре кубка в разных классах. И сегодня мы едем домой с нагенарадами и победами. Кроме того, на соревнованиях в Днепре выступили также девять машин детских багги. Дети соревновались в двух классах. В возрастной категории от пяти до восьми лет и постарше от восьми до пятнадцати. Лариса Говина, агентство телевидения новости. Лариса Говина, агентство телевидения новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...